Распродажа. Великая китайская распродажа на Алиэкспресс. Отпусти чувство контроля. Скидки до 90%. Купоны и баллы. Используй промокод Али500 для первой покупки. Всем доброго утра. Что ж, у нас на канале 3 миллиона подписчиков. Работать сдали где-то 4 тысячи человек. По моим подсчетам явка где-то 77%. Что ж, неплохо для первого раза. Не обращайте внимания на огнетушитель. Он нужен по технике безопасности. Тушить пуканы наших двоечников. Ну что ж, перейдем, собственно, к проверке домашних работ. Сейчас, собственно, будем проверять, уместны ли ваши шутки или нет. Приступим. Много списанных работ. Какие-то старые анекдоты. Баяны. Не знаю. Бородатые шутки. Друзья, не надо вам этого. Никакая чужая пятерка не сравнится со своей кровной двоечкой. Работнику зоопарка. Вы за зоопарком вообще не следите? У вас здесь очень холодно. А вы кто? Конь в пальто. Работа неплохая, но неподписанная. Два. Место. Рынок. Ты здесь охранник? Да. За базаром следи. Работу выполнил Данила Подмышенко. Или Подмышенко. Я не знаю. Но за фамилию Тройка. Случай у хирурга. Доктор, у меня писюн чешется. Мой чаще. Нет, мой. Работу выполнил Кирилл П. Что ж, Кирилл. Два. Мой хороший. Нет, мой. Если я правильно понял. Место. Суд. Подсудимый. Помилуйте, можно ли укоротить мой срок? Судья. Нет. Подсудимый. На нет и суда нет. Коэффициент уместности 133. Плюс использовал каламбур и шутку-прибаутку. Работу выполнил Ильдар Лобанович. Что ж, Ильдар Лобанович. Это неплохая работа. Хорошая, достойная. Достойная трех с минусом где-то. Коэффициент уместности, потому что не 133, а 121. Будьте внимательнее в следующий раз. Приличная встреча с Богданом Владимировичем. Богдан Владимирович пришел на встречу в шляпе. Богдан Владимирович, вы теперь не только снимаете шляпу, но и носите шляпу? Задание сдал Соколов Иван. Второй семестр. Группа крови на рукаве. Ну что ж, мой хороший Соколов Иван, соколик мой, это первое отчисление. Нельзя оскорблять преподавателя. Или что, я не понял, типа я его шляпу ношу? У меня в гардеробе шляпа есть, или что? Я не понял шутку. Акушеру. Как птица оказалась в роддоме? Как? Залетела. Тоже достаточно старая шутка. Два. А, работу выполнил Марк О. Как говорится, О. Два. На рынке. Извините, а у вас есть мелочь разменять? Есть, но она пузатая. Работу выполнил Коля Смирнов. Коля, это двойка? Это слабо? Ничего не могу хорошего сказать про эту работу. Приемный сын. Как дела? Мама. Пока не родила. Работу выполнил Денис Куклин. То есть, ситуация уместная ли? Наверное. Обрадовался ли бы сын реально этой шутки? Не думаю. Четыре. В клубе ходулистов. Вы все слишком высокомерные. Работу выполнил Вадим Е. То есть, тут уместность шутки в том, что, типа, они все высокие, и поэтому высокомерные. Два. Два. От Йота. С Йота можно все на максимум. 50 гигабайт, 2000 минут, всего за 399 рублей. Ну что же, Йота? Если все действительно так, это пятерка. Друг другу. Чай боишь? Да, сладкий. Выполнил Д. Дергаусов. Значит, Д. Дергаусов. Тут, как опять же, она в тексте сразу непонятная. Да, сладкий или да, сладкий? Типа. Ну понял. Типа, или друг, или чай, да? Надо было тогда добить. Типа, чай будешь? Да, сладкий. А чай? А чай сладкий. Вот так. А ты горький. Ну что ты? Ну, короче, понимаешь, да? То есть, чай будешь, да, сладкий? Оставляешь много пространства для того, чтобы я работал. А я не хочу работать, понятно? Четверка. Умер кот. Прихожу домой после школы, спрашиваю мамы, что на обед. Она отвечает, рис с мясом. Спрашиваю, а что потом? Оказалось, что потом суп с котом. Работу выполнил студент первого курса юмористического факультета Вадим Кулагин. Вадим, все уже понятно, что когда умирает кот в семье, что из него варят суп? Никакой здесь неожиданности нету в конце. То есть, понятно, что будет суп на второе. Надо было как-то завуалировать. Типа, кое-кто из домашних животных умер. Допустим. Мам, что на обед? Собака. Четыре. Диалог с палачом. Если бы не палачество, какую бы профессию ты выбрал? Резальщик хлеба. Почему? Потому что хлеб всему голова. Автор Катя. Да, это здорово и смешно. Пятерка. Можно такое. Лев и заяц сидят под деревом. Заяц, знаешь, а ты не прав. Почему это? Потому что ты лев. Это говно. Это я слышал в первом классе. Четыре. Работу выполнил Сергей Сотник. У тебя фамилия даже Сотник. Можно было бы про что послушать? Про Сотик. Ты Сергей Сотик? Нет, Сотник. Четверка. Вы Сотник в МММ? Вот так хотя бы. Но это для олдов. Спайсов. Вот вам, пожалуйста, парадокс. Олды, старые, спайсы — это молодежь. Олд спайс. На концерте плюшек. Плюшком. Вы плюшки? Да. А я думал печенюшки. У местной шутки 99,9. Коэффициент смешнявости минус 99,9. Работу выполнил Стариков Станислав. Мне не нравится, когда вы сами высчитываете коэффициент, потому что вы делаете это абсолютно неправильно. Во-первых, уместность этой шутки 62,3, а коэффициент смешнявости 11. Откуда вы берете эти цифры? Из башки, видимо. Не умеете считать, зачем вы сами это высчитываете. Завтра Станислав приходит с матерью в школу. Будем разговаривать. В любую школу. И ждет меня. Два часа я не прихожу, уходите. Значит, не та школа была, в которой я работаю. По телефону другу, который недавно купил телевизор. Здравствуйте, вам звонят из телевизионного магазина. Вам телевизор не нужен? Нет. Ну тогда мы сейчас приедем. Зачем? За телевизором. Работу выполнил Кирилл Д. Пять. На кухне сестре. Люблю сестру. Меня нет фильм. Хайруддинова лилия. Хайруддинова лилия. Два. На цветочном рынке продавцу. Почему так дорого? Потому что гладиолус. Работу выполнила Мэгги 22 лет, не замужем. Мэгги, не может быть шутка старше вас. Это первое правило шутки. Если шутка старше вас, вы не имеете права ее говорить по Международной конвенции. Шуток Женевской. Женевская, потому что я ее придумал. Женев. Петербург. Семья каннибалов готовит ужин. Дед, давай еще разрежем. Так ведь не пропечется. Бабка надвое сказала. Академия юмора. Алчевских 40. Что это за академия такая, где так дерьмово шутят? Два. Для случая в боулинге. Богдан Владимирович, ловите шар. Усилитель подачи. Кинуть его в колено. Федор. Группа ГЕ-12. Типа группа гладких ежей. Все круто, отсылки здорово, но уже новый материал, Федор. Надо уже новое что-то. Три. В стоматологии. Любит, не любит. Любит, не любит. Доктор, оставьте в покое мои зубы. Работу выполнила Ева Шуляк. Ева похвально, что вы уже не первую работу выполняете, но это три. Выхожу с зоопарка и встречаю кентов. Ты откуда? От верблюда. Коэффициент 228. Опять же, шутка очень смешная. Это очень хорошая шутка. Но какого черта ты определяешь ее коэффициент? По какому принципу? Во-первых, здесь коэффициент 61. Это, опять же, высчитывается. Почему? Откуда 228 коэффициент? Откуда вы берете эти цифры? Я скоро уже перестану шутить над этим. И просто это будут отчисления каждый раз. И опять же, нет подписи, не показана фотка верблюда. Случай на мельнице. Саша, ты бандит? Нет. С чего ты взял? Ты весь в муке. Саша белый. Работу выполнил. Филатов П. В. Да смешно это. Смешно. Пять. На уроке физкультуры. Другу-бегуну. Знаешь, с чего начинается забег карлика? Ну и с чего? С низкого старта. Платон Смирнов. Пять. Ситуация, телефонный разговор. Ты где? В Караганде. Шутку уместно только тогда, когда ты не в Караганде. Иначе это просто факт. А где он находится, реально в Караганде или нет, можно узнать с помощью сервиса Blink. А если он вам наврал, закидайте его там же какашками. Скачивайте Blink. Blink-блинский. В подъезде многоэтажного дома. Разговор с соседом. Мусоропровод не работает. Придется идти выбрасывать на улицу. Так ты выдерни провод и воткни обратно. Должен заработать. Работу выполнил Богдан Машков. Пять. Это круто. На кухне. Мне нравится кухня. Сериал. Ты. Штандлер. Винг. Ну, блин, смешно и круто, и обманка, да, что типа кухня, сериал, ты, в общем, космос. Люблю. Пять. На кухне Макану. Мне нравится брат. 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 Подпись Братишкин. То есть актуально. Актуальность шутки сто. Все здорово. Опять же, слом на нашу шутку. Две пятерки. Я заметил, что многие локации убирают кухню. И это очень правильно, потому что на кухне любые разговоры уместны. Поэтому неудивительно, что столько кухон. Кухня на кошерке. Или у нас нету. Убрали у нас рекламу эту. Или и не заказывали. Знакомому с фамилией Лимонов. Че такой кислый? Уместность шутки минус сто. Шутка очень ситуативная. Коэффициент смешнявости пятьсот. Работу выполнил Владимир В. Я даже уже это обсуждать не буду. Уместность шутки здесь четыре. Коэффициент смешнявости. Двадцать семь. И надо спрашивать, какой здесь коэффициент смешнявости. И опять не писать его от балды. Как может получиться у местной шутки минус сто, а коэффициент смешнявости пятьсот. Это противоречит всем формулам. Плюс запомните, не может быть, если ровное число у уместности шутки, такое же круглое число у смешнявости. Сука. Кассиру. Мне, пожалуйста, чипсы лейс. Семьдесят грамм. Да, пожалуйста. С вас сто рублей. Вам нужны от меня только деньги. Меня били в детстве. Работа не подписана, но в ней читается крик о помощи. Ребята, если вы знаете этого человека, помогите ему. На кухне повару. Почему ты решил жарить еду? Ведь существуют девушки. Большаков Егор. Каннибализм — это не смешно. Два. На кухне с отчимом. Дядя Слава, чай хочешь — хочу, а он тебя не хочет. Работа Табуркина Данила. Ну, опять же. Чай хочешь — хочу, а он тебя не хочет. Это тупо. То есть тут надо... Дядя Слава, чай хочешь — хочу. А меня — нет, конечно. Ты же этот... Я мать твою хочу. Вот так хотя бы. А тебя не хочу. В море тонет человек. Помогите. Помогу. Че молчишь? Воды в рот набрал? Подпись. И.В. Джугашвили. Ох. Три. Два деда коптят рыбу. Слышь, че? Че? Копчо. Работу выполнил Светогор Доброгост. Да смешно. Че? Четыре? Че? В Санкт-Петербурге. Я поел шаурмы. Ясно. Облачно. Работу выполнил Дима К. Ну, опять же, старая шутка. Старый... Старый Петербург. Мой любимый. Четверка за него. На кулинарном шоу. Что вы приготовили? Вот тебе, Нати, хрен в томате. Евгений Бабиков, студент второго семестра. Евгений. Это, ну, весело. Да. Пять. Дело было зимой. Че-то холодно. Нет. Работу выполнил Сорокин Федор. То есть тоже такая тупка. Пять. Тупку такую люблю. Случай на кухне. Жена. Неси кушать. Меня неси. Гражданка. Работу выполнила Бабич Виктория. Ох, Викуську помню с первого курса. Да. Ни черта не меняется. Ничего хорошего, конечно. Изменений никаких положительных нет. Но, опять же, подчеркну. Вике вот это упорство. И, конечно, она меня заколебет до конца жизни отправлять работы. И все. Она будет их делать. Будет делать их не смешно. Но, опять же, повторю, всегда свою троечку Виктория получит. Виктория. Три. Молодец, что стараешься. Фамилия еще у тебя мужская. Виктория. Я только у мужчин такую фамилию слышал. Просто тебе мастер-класс. В Корее. Вот сейчас мы едим собак, а что потом? Суп с котом. Тесля Тимофей. Как бы опять все пробивается. Вот, типа, вот сейчас мы едим собак, а что потом? Что потом? Суп с фрикадельками. О, а я думал Сава. Саваш номер пять. Вот это тройная. Я сейчас показал типичную тройную обманку с вывертом на Саваш номер пять. Ну, это понятно, что вы так сейчас не сможете сходу. И даже сейчас перед мониторами не пытаетесь, потому что может сорвать скулу. И все, и вы больше никогда не сможете шутить. Я показал просто мастер-класс, как можно это сделать. То есть можно даже и в один прием. Вот сейчас мы едим собак, а что потом? Саваш номер пять. Три. Тимофей. Мне нравится спать вечером. Срать? Нет, вчера. Жду два балла. Работу сделал разбег соборов. Два балла? А тут и... А зачем это даже прописывать? Два. Беззубый дед в кабинете стоматолога. А вы точно заплатите? Зуб даю. Работу выполнил Тревис Валентинович. Тревис. Да нормально. Три. На приеме у стоматолога. Пациент. Скажите код. Код. Открывайте ковырот. Работу выполнил Коля Смирнов. То, что в рифму, это ржачно. Пятерка. Место. Кабинет ветеринара-стоматолога. Кому? Хозяину лошади. Доктор, осмотрите, пожалуйста, мою лошадь. Мои друзья подарили мне ее на день рождения. Я подозреваю, что у нее кариес. Извините, я не могу осмотреть вашего питомца. Но почему? Дареному в... Блядь. Дареному коню в зубы не смотрит. Выполнила Наташа Н. Опять же, все пробивается как будто... Сразу. Ладно, последний раз еще покажу, как можно было сделать. Извините, я не могу осмотреть вашего питомца. Но почему? Дареному коту... Ой, коню, да? Вот уже смешно. Дареному коню в зубы не смотрит. Не, не хочу. Все. Два. Савин Антон. В компании боксеров. Какой у вас любимый фрукт? Груша. Тогда зачем вы ее так сильно лупасите? А если бы он сказал яблоко? Все, не было бы ничего уже. Как будто все подбито под шутку какого-то искусственный разговор. Нежизненно. Два. Шутка дедушки. Дедуля, ты у меня самый лучший. Ой, спасибо, внучок. Не за что, деда. Иван Шалаев. Два А. Что это? Два. Мама. Почему ты получил двойку по химии? Я? Искал медь, нашел золото. Автор Святослав. Хорошее, приятное. Три с минусом. На похоронах друга. Как он умер? Поезд переехал. С переездом. Работу выполнил доцент клоунских наук Иларионов Михаил. На похоронах. Вы урок смотрели вообще? Конечно, это неуместно. Два. Повар своим коллегам. Что будет, если в пруд закинуть кипятильник? Что? Уха. Работу выполнил мой молодой человек, Улыбин Григорий. Так а что же? Ну, ладно. Счастья вам семейного. Всего такого. Два. В ресторане. Друг. Не нравится мне этот борщ? Очень соленый. Пояснить тебе, в чем соль? Друг. Давай. Они переборщили. Работу выполнил Егор. Егор, ну переборщили тоже. Тоже шутка такая старая. Три. Тоже не переборщивай. Ночь. Человек спит в кровати в реанимации. Вдруг в комнату заходит сердце. Ничего, что я без стука. Работу выполнил Коля Эр. Вот здесь на самом деле забавно. То есть пятерка заслуженная. Мне нравится. Дата шутки 1 апреля. Шутка. У вас спина белая. Работу выполнил Михаил, 26 годиков. Пять. Без объяснения причин. Спина белая. Ну что ж. Это все работы. Спасибо большое. Мне надо откланяться. Дело в том, что Людмила Николаевна с кафедры обманок позвала меня на свидание. Правда это или нет не знаю, но стоит попробовать. Продолжение следует...